Блин, ну, короче, там очень смешная ситуация, на самом деле, произошла. Вот мы смеялись, а оказалось, что кореш Егора Крида — это Пригожин. Да, на самом деле, я сам охреневаю с того, что происходит касательно вот этой вот блокировки Ютуба, которую нам обещают уже больше года. Касательно Пригожина и Егора Крида. Это, на самом деле, очень интересная ситуация, потому что я впервые увидел это у Зио. Очень-очень забавная тема, да, то, что я зашел в телегу Зио, по-моему, вчера, и в телеге Зио был пост про то, что, типа, что будет, если в случае того, если Ютуб заблокирует. Я такой, типа, чего? Начал искать новости, и там Егор Крид высказался насчет того, что, дескать, вот ему какие-то очень его там важные друзья шепотом сообщили, что скоро заблокирует Ютуб, и, как бы, это взялось просто из ниоткуда. Я не знаю, я никогда не слушал там мнений Егора Крида, если честно, я никогда не парился по этому поводу. Но мне просто стало интересно, как бы, я спросил Зио, слушай, откуда у тебя эта инфа? Он такой, ну, типа, Егор Крид сказал, я такой, ну да, видимо, я нашел то, что имелось в виду. Вот, я как бы забыл об этом, ну, я не люблю подобное, то есть, ну, когда вкидывается подобная херня, да, то есть, знаете, типа, для меня, допустим, Ютуб это довольно важно, как и для многих людей. Вот, я как бы, я понимаете, я, в принципе, не люблю вот эту дискуссию, а нужен ли нам Ютуб вообще или нет, потому что, не, понятно, какие-то политические темы, да, то, что вот там эти пропагандисты против России, вот, а вот наших там крутых парней там банят. Типа, мне вообще плевать, кого там банят, я видосики про игры смотрю, мне вообще абсолютно плевать. И, типа, если из-за этого, типа, там, заблокируют Ютуб, соответственно, там, 70% моей аудитории российской не сможет меня смотреть, как бы, это лично меня касается, это, как бы, ну, государство, как бы, типа, оно лишает меня моих, как бы, микрочелов, а я, как бы, на такую хуйню не подписывался. Сначала они забирают моих микрочелов, значит, на мобилизацию, а теперь еще и вообще хотят всех микрочелов. Ну, это, как бы, ну, некрасиво с их стороны, я считаю. Вот, поэтому все разговоры насчет того, что там, вот, Рутюб, там, вот, классный, там, ВК-видео, ну, блин, ну, типа, все, если вы, как бы, разумный человек, вы понимаете, что по сравнению с Ютубом все это полная херня, это, как, типа, ну, как бы, мороженое закончилось же и говно. Где-то я хуею. На фоне новостей о блоке Ютуба моя радость к 120к просмотров на последнем видосе ушла в пизду. Чую пора за гранник делать. Я хуеваю. Хе-хе. Ну, да-да-да. Но это не столь важно. Вот. И сегодня, собственно, вся эта тема, вся эта тема немножко продолжилась, что довольно странно. Пригожин высказал, ну, я думаю, что вы прекрасно знаете, кто такой Пригожин, там, он высказал такую вещь, и это во всех было новостных пабликах, о том, что, дескать, расскажу вам немножко, типа, как он там сказал, что, типа, этот... По секрету расскажу одну вещь, как мы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые... Те, кто активно пользуются Ютуб, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен. То есть, типа, что в скором времени его запретят. Ну, короче... А, можно, можно будет второй сезон Наготору посмотреть, я не против. И, типа, Пригожин, ну, как бы, я не знаю, я не интересуюсь, там, всеми этими вещами, да, то есть, кто там, как, кто в иерархии, там, кто вообще как. Ну, вроде, как бы, типа, человек достаточно важный в нынешней российской повестке, я как бы... Но, ну, просто, знаете, типа, Егор Крид, Пригожин, типа, я не совсем понял, как это вообще соотносится. А потом Хинштейн, чел из... ну, короче, который там что-то какими-то интернет-делами занимается в Госдуме, он сказал, типа, то, что, ну, мы впервые слышим о том, что вообще блокировка Ютуба. И когда из... когда в Госдуме начали опровергать, я сразу подумал, типа, бля, точно походу будет этим, типа, учитывая. Как, так сказать, трек-рекорд, вот. А теперь чел из Газпром-медиа высказался, что, типа, если они продолжат систематически нарушать законодательство, то тогда будет поднят вопрос. Когда заблокировали Думу, и депутаты некоторые говорили, что это не пройдет без последствий, терпи-47 говорил, что не верит в блокировку, а тогда уже блокнули инсту и ФБ. Но, ну, 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 типа, чел, ну, как бы Ютуб это более важно. Блин, сука, донат наушники эти варят. Что надо знать о Рутубе? В разделе, что ищут на первом месте? Крещение. Бро. Вот, и тут как бы такая смешная фигня, да, то, что потом чел из Газпром-медиа сказал то, что если Ютуб будет систематически продолжать нарушать, то тогда будет поднят вопрос. И, типа, блин, насколько это абсурдно, Газпром-медиа, насколько я помню, как минимум там в 20-м году владела, ну, я думаю, что до сих пор владеет Рутубом. Если я ошибаюсь, поправьте меня. То есть, типа, глава Газпром-медиа говорит, что, типа, их конкурент... Ну, короче, то есть, это очень странно. Это очень странно, очень странная фигня. То есть, я очень надеюсь, что это просто, типа, абсолютно бесполезная какая-то абсолютно ничем не подкрепленная фигня. То есть, типа, я, если честно, совершенно не понимаю. Ну, типа, с одной стороны, как бы, возможно, с точки зрения каких-то там пропагандистов, да, и прочее. То есть, ну, вы знаете, это, типа, философия, то что, да, да, ваш Ютуб, да, не нужен, у нас там свое. И, типа, и челам, которые только Стаса на Ютубе и смотрели, наверное, им Ютуб, в принципе, и не нужен. Но Ютуб, ну, для меня всегда являлся, типа, достаточно важной вещью, важной составляющей моей жизни. Вот, так или иначе, да, то есть, в общем и целом, стоит подумать о том, что если Ютуб в России будет заблокирован, то есть, территории России без VPN нельзя будет зайти, и мы учитываем то, что многие VPN-ы банятся, то есть, ну, просто блокируются, допустим, вот у меня отец не может сейчас серфшарком пользоваться, то есть, он у него там с перебоями работает, ну, сами понимаете, типа, там, NordVPN я тоже оформлял, тоже у меня из России не работал, и, как бы, последствия-то, скорее, даже не то, что, ну, окей, типа, у меня просмотры обрежутся на 70%, алгоритм меня просто уничтожит, то есть, прикиньте, типа, там, минус, просто 70% зрителей, ну, типа, 70% зрителей из России, может, там, 5-6% используют VPN, но, в общем и целом, как бы, типа, пофиг, да, то есть, как-то так все это произойдет, но это, если действительно будет заблокировано Ютуб, по моему мнению, это, скорее, негативный эффект окажет, потому что просто очень большую русскоязычную аудиторию просто отрежут от мировой, ну, типа, одной из самых важнейших мировых платформ, то есть, на которых идет обмен информацией и прочее, и, типа, эти люди будут вынуждены потреблять контент с отечественных площадок, это, ну, короче, вы сами прекрасно понимаете, чем это, типа, обернется, но, если это произойдет, в чем я очень сильно не уверен, я думаю, что я буду просто стримить на Твиче, и, наверное, просто заливать какие-то микровидосы на Boost или что-нибудь такое, вот, для людей, которые все-таки, там, не смогут VPN пользоваться, потому что идти к какому-нибудь ВК-видео или как они там называются, или тот же, там, Яндекс.Дзен или Рутюб, не, Рутюб, это вообще абсурд, на самом деле, то есть, я себе, в принципе, не могу представить, что я когда-то бы заливал видосы на Рутюб, то есть, с их анальной модерацией, вот, но прикол заключается в том, что, да, то есть, скорее всего, просто, понимаете, прикол заключается в том, что таких больших просмотров и такого алгоритма, как на Ютубе, ну, не может быть нигде, да, то есть, так или иначе, 70% понятно, но 30% остальные, это зарубежная аудитория, да, то есть, люди, которые живут за границей, эти люди никогда, эти люди никогда из, ну, как бы, нормальных типа стран, в которых, типа, там, ну, ничего не блокируется, они никогда не пойдут на Рутюб, то есть, типа, у меня, у меня в Грузии вообще Рутюб заблокирован, я не могу, я не то, чтобы я часто пытался на него зайти, я хотел чисто из интереса, вот, это, это, это крайне странная фигня, я, 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 короче, если подобное решение будет принято, я это очень сильно не пойму, и, как бы, типа, я стараюсь, ну, старался, как бы, там, все вне политики, все дела, там, все фигня, но, по большей части, в последнее время, как бы, я достаточно в политике, ну, просто это влияние Игоря Линка, я тоже либералом стал, вот, но, как бы, тут уже, типа, дело касается непосредственно меня, и, когда дело касается непосредственно меня, оставаться в стороне как-то не особо получается, вот, поэтому, сори, если кому-то некомфортно от того, что обсуждаются подобные темы, да, я супер, суперлиберал, суперлиберал, я ультралиберал, супермегалиберал, 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 супермегалиберал,